Девушки отдыхают Я сделал запрос насчет экспертизы по случаю с Сидоровым. Вскрытие показалось, что он умер из-за оторвавшегося тромба. Доктор Румов был дизлит. У меня есть два билета на балет. Пойдем? Пойдем. Мне нужно тогда переодеться. Все-таки балет. Поднимешься? Да, конечно. Пахнет вкусно. Тогда, может быть, мы никуда не пойдем. Здравствуй, Анна. Здравствуйте. Познакомьтесь, это... Мой коллега Игорь Борисович. Это Раиса Михайловна. Мама моего мужа. Ну да. Я не знаю. Раиса Михайловна. Не знаю. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я хочу забрать все вещи моего сына, чтобы освободить вам шкаф Почему такая спешка? Просто после моего сына никто эти вещи не должен носить Ну вы что? Ну зачем вы себя накручиваете? Я накручиваю себя только из-за экзамена Жени С Женей все будет в порядке Ну вы уж как-то определитесь Да я бы с удовольствием здесь бы остался с вами Молодой человек А там кстати имя написано Пассажир Стахновский Совершенно верно Олег Юрьевич Врач-хирург Цель поездки Кардиологический симпозиум А вас как зовут? А меня зовут сотрудник регистрационного отделения Ой вы знаете Девушку с таким именем Упускать нельзя Потому что это судьба Это судьба Сейчас устроим судьбу вам Не выездную Ого Я и не думал Что у вас такие беременные На регистрации работают Сейчас узнаете Какие работают Вау Осторожно Давай Тихо Спокойно Я врач Спокойно Спокойно Дышим ровно Машину Машину срочно Я на 8 месяцев Комната матери и ребенка есть Давай в медпункт тащи Простыни и горячую воду Полотенце Быстро Я же скорую вызвала Какая скорая Мы во Внуково Трасса стоит У нее воды отошли Она уже родит Пока они доедут Все будет хорошо Дышим А ну-ка стой Иди сюда Давай сюда Быстрее Дыши ровно Смотри на меня Все будет хорошо Дорогу Как тебя зовут? Наташа Дорогу Все будет хорошо Не волнуйся Ты все поняла Главное сосредоточиться И торопясь не спешить Хорошо Ой, чуть-чуть не забыла Шоколад Две дольки перед тестом Это поможет тебе Сконцентрироваться И не психовать Хорошо Самое главное Не торопись Ты знаешь тех вопросов Которые точно знаешь Ага Пропускай Научись пропускать То, чего ты не понимаешь Или не знаешь А главное Читай задание до конца Все, можно я пойду? Ты получишь тест Думай только о тесте И пропускай Исключай Все, бабушка Хватит У меня сейчас голова взорвет Шоколад не забудь Ни пуха, ни пера Шоколад не забыли Шоколад не забыли Шоколад не забыли Рыму Кист Давай, вперёд! Давай, Дима! Дима! Дима, ты что? Давай! Дима, ты что? Я слышу. Ты слышишь, ты что с тобой? Поднимайтесь, давай, с кушли. Слыши? Дима, ты слышишь? Дима? Дима, чтай, ну давай. Так, у кого часы есть? Ваня, мы не знаем. Пульс. Давай. Я не понимаю, что с ним случилось. Спокойно, я почти врать. Так, пацаны, ищите его родителей и сообщайте им, что он в 90-й больнице. Повтори. Да понял я, в 90-й. Ну, бегом тогда. Алло, скорая, соедините меня с диспеттерами в 90-й больнице. Парни, спасибо, я в долгу. Здравствуйте. Не знаете, Наташа уже на работе? Смена давно уже началась, зря вы-то стоите. Вы уверены? Абсолютно, я сам опаздываю. Наташа, вас там, на улице, человек ждет. Кто? Ну, это пациент ваш такой, с усами. Саша! А? Не пух на экзамене. К черту! Лиля, спасибо. Первый раз мне в больнице кто-то сделал такой вкусный кофе. Только вот жалко, что мы с вами совсем не пересекаемся. Я могла вам ассистировать. А у вас есть опыт ассистирования на операциях? Конечно. Я ассистировала, он Константин Алексеевич. Или вот ты где. А, знаете, а что ты в чужой разговор влезаешь? Ты провалил экзамен, да? А у вас сегодня экзамен, Саша, да? Да. Он уже, почти через час. Удачи. Спасибо, Дима. Ты делать нечего, что ли? Да. Я загадал себе, чтобы сегодня сдать экзамен. Так. Да, я должен сказать. Ну, Петров. Сказать тебе. Ну. Что я тебя люблю. Дим, мы с вами не договорили. Пациент Облакевич, а вы что там делаете? Наташа! Почему вы не в палате? А я вас ждал, мне нужно с вами поговорить. Это вам. Облакевич, заканчивайте ваши шутки. Поднимайтесь, мне влетит из-за вас. Я вас ждал, мне нужно с вами поговорить. Пациент Облакевич, поднимайтесь. Где, здесь? Здесь. Я бегу. Вы что тут перекрикиваетесь? У нас здесь что, роддом? Игорь Полисович, извините, пожалуйста, это больше не повторится. Ага. Очень надеюсь. Наташа! Поднимайтесь, я вас встречу. Я поднимаюсь. Давайте, давайте. Облакевич! 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 Ну, а как назовете? Не знаю, не думали. Спасибо вам, доктор. А рейс? Какой рейс у вас? А? Уже никакой. А вы Наташу берегите. Ну, а я, пожалуй, домой поеду. Голова не кружится? А где мне вас найти? Зачем? Ну, как зачем? На Кристины. Адреналин 3, атропин 0,5. Дефибриллятор. 300. Разряд. Адреналин 5. Адреналин 5. Он не выдержит. В воде, я сказал. Игорь Борисович, я по поводу пациента Облакевича. Дело у него совсем плохо. Ишемическая болезнь сердца, субэндокардиальная ишемия, два рубца, один свежий, другой месячной давности. Предполагается атеросклероз венечных сосудов сердца. Что предлагается? Протезирование аутотрансплантантом. Взять подкожную вену с ног для замены сосудов сердца. Ну, вы осознаете, что пока это не ваш уровень операции? Да, разумеется. Поэтому я предлагаю себе в качестве ассистента на этой операции. Выдержит ли пациент? Другого выхода у нас нет. Если не заменить его сосуды, то сердце будет отключаться снова и снова. Возможно, возможно, вы правы. Держите. Выдал даробов. А, дай я. Вам посылка. Вот здесь распишитесь. Пума, друг, привет, привет, привет. Давно не виделись, давно, да? Давно не виделись с тобой. Что случилось? Ты же вроде в командировку уехал. Ты прям как в анекдоте. Не ждала. И когда ты успела вот так. Хочешь поговорить об этом? Ты считаешь, что это нормально? Да, вечером поговорим, ладно? Я работу опоздаю. Это чье? Пашки. Который с Умкой гуляет. А что Пашка делал в нашей квартире? В смысле? Ты подозреваешь меня, что ли? А тебе не кажется, что это слишком пошло? Не успела я в командировку уехать, ты к соседу убежала. К молодому. Могла к кому-нибудь постарше себе найти. Хочешь найти помощь, чтобы уйти? Вали. Прямо сейчас. Ума, пойдем со мной. Идем со мной, идем. Жень, ты почему здесь? У тебя же экзамен. Это мой сосед, Димасик. 13 лет. Он в дворе играл в футбол и упал. Я же не могла его бросить, у него сильная бродикардия. Правильно, что еще? Сильная боль в груди, давление 98 на 73. Сатурация кислорода 94. Молодец, теперь дуй отсюда. Привело к реланиуму, нитроглицерин. Быстро, Буся. Так что случилось? Ну, я выбил мяч в поле, как обычно. А потом стало больно и не помню. Клади под язык. А почему она такая маленькая? Так, давай, не капризничай. Это что, инфаркт? Слушается дело о гибели Сергея Михеева. Ранее сообщалось, что Сергей Михеев упал в море при невыясненных обстоятельствах. Поясните суду, зачем вам надо доказывать факт ЧП на платформе 41? Ваша честь, в случае, если доктор Сергей Михеев оказался за бортом в результате ЧП, то компании обязаны произвести страховые выплаты семье жертвы. Это указано в контракте, пункт 21. Ну, разумеется, компания склоняется к тому, что это был несчастный случай. Понятно. Продолжайте. Так, девушка, вы куда? Я на экзамен. Так экзамен 40 минут как идет, вы опоздали. Простите, поймите, мальчик 14 лет, Вольф Паркинсон Вайт. Мне надо было отвезти его в больницу. Вольф Паркинсон Вайт. Правда? Я только что из 90-х, я его спасала. Так может, вам в спасатели пойти, а через годик приходите, только не опаздывай. Ну, пожалуйста, пустите на экзамен. Вы русский язык, понимаете? Да понимаю, но ведь час еще не прошло, я знаю, что если до часу, можно. Или вы сейчас уходите, или я зову охрану. До свидания, до следующего года. До свидания. О, алло, Женя. Ну, судя по тому, что ты ответил, тебя не пустили, да? Все, не плачь. Не плачь. Найди мне главного в экзаменационной комиссии, потом перезвони. Хорошо? Все, Бося, готовьте ребенка к операции. Ассистировать будет доктор Ромов. Доктор Ромов, сейчас мы будем проводить абляцию. Если хорошо проведете операцию, я разрешу вам сделать атотрансплантацию сосудов. Ну, вместе со мной, разумеется. Конечно. Спасибо, Игорь Борисович. У парня ожирение. Сейчас приятливые родители. Прочитайте мне лекцию о диете. Хорошо. А можно, Игорь Борисович, я буду ассоциировать вам и доктор Ромов? Ассоциировать нам будет Бося. А вы займитесь своими прямыми обязанностями. Бося. Так, куда? Здравствуйте. А вы председатель экзаменационной комиссии? Я и что? Здравствуйте. Вы председатель экзаменационной комиссии? Слушаю. Лидия Ивановна. Меня зовут Плечев Игорь Борисович. Я заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии. 90-й городской клинической больницы. А вы по какому вопросу? Девушка, которая сейчас стоит перед вами, сегодня утром спасла жизнь одному моему пациенту. Именно поэтому эта девушка сегодня не успела вовремя приехать на экзамен. Если надо, это подтвердит весь момент персонала, который сейчас готовит мальчика к срочной операции на сердце. Так мы думали, она придумывает. Нет, она не выдумывает. Пожалуйста, дайте ей возможность пересдать. Пиши заявление. Найдем для тебя время. Спасибо. 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 И это еще быстро? Все быстро. Все быстро. Свидетель Смирнов. Вы работали в этот день на платформе? Да. Скажите, это уже не первое заседание по делу Сергея Михеева. А почему вы раньше ничего не говорили о ЧП на платформе? Боялся. А почему вы сейчас не боитесь? А я там больше не работаю. Хорошо. Прошу, расскажите о случившемся 23 марта 2010 года. Ну, где-то около семи вечера начался шторм. Мы заметили резкий скачок напряжения в шахте. Кинулись снаружи, стали перекрывать вентили. Доктор помогал эвакуировать людей. Одного из работчиков сорвало ветром вниз. Доктор бросился к нему, но лестница, по которой он спускался, оторвала и вынесла в море. А был ли доктор Михеев пристегнут к специальной страховке? Да, страховочный трос проходил как раз по лестнице. Угу. Значит, Сергей Михеев был пристегнут к страховочному тросу, который крепился к тяжелой металлической конструкции. Да. Спасибо. Ваша честь, приглашаю сюда еще одного свидетеля, того самого рабочего, который сорвался с крана. Ветерий Казаков. Представьтесь, пожалуйста. Казаков Алексей Викторович. Расскажите, что вы видели во время аварии? Ну, конкретно, что произошло, я не видел. Я ведь как упал сверху вниз, я отключился сразу. Высоко было. А вот после штурма мы сразу обнаружили, что страховочный трос порван. И часть конструкции унесло в море. Ну, видать, и Серега тоже. Спасибо. Ваша честь, прошу приобщить к делу показания свидетелей. Свидетель свободен. Ваша честь, у меня вопрос к представителю нефтесервисной компании. Пожалуйста. Признаете ли вы факт ЧП 23 марта 2010 года? Мне ничего не известно об этом. Лично вам ничего не известно. У меня нет соответствующих документальных подтверждений. То есть, лично у вас их сейчас нет? Да. Спасибо. Ваша честь, я прошу признать Сергея Михеева погибшим в результате ЧП на производстве. Объявляется перерыв 10 минут. Простите меня. Ну, не мог я раньше про ЧП рассказать. Он боялся работу потерять. Столько лет. Вся эта волокита, столько лет. Только из-за страховки. Снежана, Снежана, помогите, сходи в тюрьму, подъезжайте скорее, Снежана, разойдитесь, разойдитесь, я медика, зайдите. Все в порядке, это просто обморок. Снежана! Наташ, а вам цветы понравились? Конечно. Я когда-то пробовал сам выращивать, ничего не получилось. Видимо, нужна женская рука. Надо же мне, надо задать вам один вопрос. Вам сейчас нельзя много разговаривать. А я не буду много. Вы просто скажите, если я не умру, вы замуж за меня пойдете? Я же вас совсем не знаю. Ну, как не знаете? Вы моя медсестра. Вы даже знаете, где у меня вены проходят. Станислав, вы сейчас находитесь под действием реланиума. Сами не понимаете, чего вы говорите. Наташа, я вас люблю. И под действием реланиума, и без него. Вам сейчас хорошо поспать. А? Закрывайте глазки. Вот так вот. Обещайте хотя бы подумать о моем предложении. Конечно, пообещаю. Подумаю. Вот, вот, вот. Закрывайте, закрывайте. Наташа! 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 Пума, пойдем. Пума. Пума, пойдем. Пума. Наташа, спустись, а? А то меня с собакой не пускают. Правильно, что не пускают. Чего здесь сделаешь? К тебе пришел. Надо поговорить. Я почему пьяный? Если мужчина кричит женщине в окно с улицы, сразу пьяный. Да. Вообще-то я работаю. Не работайте вы, а целый день перекричиваетесь. У вас что сегодня? Оконный синдром? Простите, пожалуйста, Игорь Борисович. Меньше всего вам ждать. Все в порядке? Часто случаются обмороки? Это нервное. Ее родительских прав лишают. Симулянка Хренова, падай своей оборогой сколько хочешь. Все равно тебе это не поможет. Кто вы такой? И какое вы имеете право так разговаривать? Да это тот, кто лишает отец ребенка. Почему так и подумала? Помогите мне, пожалуйста. Мы сейчас с Соней живем при фонде поддержки бывшим наркоманам. Там очень хорошие люди. Мы ей помогли с работы. Сонечка наблюдается в клинике, в которую вы ее направили. Но вы же знаете, что все мои анализы чистые. Ребенка, конечно, отберут. Надо ее как-то успокоить. Привет. Как у вас дела? Все отлично. Я от Даши ушел. Поздравляю. Правда? Я из той больницы увольняюсь. Хочу опять сюда устроиться. Прости. Алло. Я сейчас. Так и будешь бегать. Из одной больницы к другую. От одной жены к другой. Может, ты мне вообще не нужен уже. Может, я замуж выхожу. Ладно, мне работать надо. Алло. Наташа. Привет. Кому это ты? Да не важно. Ага. Пришли мне, пожалуйста, срочно на этот номер факса все документы по снижанию. Жду. Спасибо. Одним словом, я обеспеченный человек. У меня большой дом в Подмосковье. Прекрасная квартира в центре Москвы. Евроремонт. Два балкона. В общем, все условия для нормального воспитания детей. Есть у вас еще дети? Да, трое. На даче у меня огромная лужайка с новым газоном. Соня будет очень комфортно с детьми. В нормальных условиях. С нормальным уходом. А как отнесутся нормальные дети к ребенку-инвалиду? Я же сказал нормально. В любом случае лучше, чем к ней относится ее наркоманка-мать. Извините. Я медсестра девяностой больницы, в которой лежала Снежана. У меня есть что вам сказать. Узнав о болезни дочери два месяца назад, Снежана приняла решение лечь в наркологическую клинику. И я получала каждую неделю результаты анализа, которые свидетельствуют, что она не принимала никаких наркотиков. И я прошу приобщить эти документы к делу. Чушь, бывших наркоманов не бывает. Ваша честь, я прошу вас смотреть на Снежану как на мать, а не как на наркоманку. А вот если у нее отнимут ребенка, она наркоманкой станет. Мы протестуем это давление на суд. Протест принимается. Ваша честь, я работаю медсестрой 20 лет и знаю людей, поверьте. Если она не использует этот шанс сейчас, то я сама первая буду настаивать на том, чтобы делу дали ход. То есть вы готовы быть гарантом того, что гражданка Емельянова снова не будет вести недопустимый для ребенка образ жизни? Да. Ее ребенка Соня готовят к операцию по достижению 4-летнего возраста. А это наступит очень скоро. Не отнимайте у ребенка мать такой ответственный момент. Мы протестуем. Отклоняется. Суд удаляется на совещание. Прошу всех встать. Папа должен видеть ребенка. Поэтому хорошо, что суд тебя обязал встречаться, отдавать ему Соне раз в неделю. Анна Броновна, я не знаю, смогу ли я хоть как-то вас отблагодарить. Вы мой ангел-хранитель. Ты знаешь, что я тебя жду. Большего мне от тебя не нужно. Ну все, за нами приехали. Счастливо. Счастливо. Пока. Мы домой. Аня. Аня. Простите меня, я не смогла присутствовать на второй части заседания, потому что… Аня. Все в порядке, разрешили? Я наконец-то могу поставить на Серафимовском кладбище памятник, где Сережина имя будет рядом с отцом. Представляешь? Ой, простите, девочка. Прости, я тебя так измутываю. И так запоминаем. Соотношение жиров, белков и углеводов должно составлять 20-20-60. Но самое главное… Аня. 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 Леди Масика. Заканчивайте. Я жду вас в операционной. Угу. Да-да, иду. Значит, повторяю. Давай, Ома. Ума. 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 Олег. Тебя из дома выгнали. Да, теперь будем жить здесь. Ума. Тань. Сегодня Сергея признали погибшим. Тебе стало легче? Да. Мне кажется, да. Как ты? Как новая работа? Да никак. Вот вместо симпозиума сюда приехала, к Наташе. Зачем? Уже ничего не изменишь. Я знаю точно, что она меня любит, чтобы она не говорила. Да ты ничего не понимаешь, Олег. Она изменилась полностью. Когда женщина становится матерью, полностью меняется психика. Их двое теперь. Понимаешь? Значит, придется договариваться с двумя. Наташа. Это тебе. Спасибо. Да. Привет. Привет. Я помогу. Это Блакевич? Ага, от него. Сейчас. Поместим. И теперь его водитель мне каждый день такой привозит. Мы все отделение прокормим. Еще мне всех врачей на год вперед оплатил. Наташа, там тебя Олег на улице ждет. Ну что? Надо скачать побежать? Мы с ним все уже обсудили. Не надо никуда бежать. Хочешь, я скажу ему, чтобы он уходил? Ничего я не хочу. Слушай, все эта тема уже закрыта. Ты мне лучше скажи, как у тебя все пошло. Все? Признали. Окончательно. Да? Окончательно. Выплатит всю страховку по контракту. И что теперь? Здрасте. Здрасте. Вы выходите? Нет. Я вам помогаю. Прошу. Вашему другу предстоит операция. Риск есть? Все возможно. Сердце у него потрепано инфарктами. Хотите присутствовать на операции? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Хочет. Станислав, все сейчас уснете. Вам было сниться сны. Я когда в детстве уколов боялся, а с вами я ничего не боюсь. Ага. Ну, Саша. Ага. Я когда? Пацаны под наркозом. Контурировали. Дима, давайте определим место трансплантации. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Представляешь, он сделал мне предложение. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Олег? ТОБА КВИЧ! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты знаешь, Таллика хочет к нам вернуться? Раньше ты была бы рада, что двое мужиков бегают за тобой. А сейчас я хочу просто жрать. Тогда, Аблакевич, твой вариант. Знаешь, жизнь умнее нас. Она вместе с коровой привозит тебе Аблакевича с большим домом и большим сердцем. Нечего решать. Я бы на твоем месте подумала. У меня все готово. Давление в норме 130 на 80. Плюс 80. Сатурация 98. Начинаем. Готовим трансплантацию сосуда. Кондуит готов? У меня все готово. Выделяем коронарную артерию из-за пикарда. Сердце остановлено. Гемодинамика в норме. Расширяем соустик кондуита. Накладываем амастамус. Герметичность и проходимость в норме. Подшиваем парашютную технику из сосуд картерии. Гемостаз вокруг прошитого сосуда. Подходим к концу. Фоксинальный амастамус наложен. Дистальный амастамус накладываем. У нас все хорошо. Гемодинамика в норме. Снимаем зажимы. Пускаем воздух. Клапаны в сердце. Профилактика воздушной эмболии. Можем запускать сердце. Да, у меня все готово. Руки. Разряд. Работа сердца установлена. Ставим дренажи и шьем. Аня, все-таки у вас что-то случилось? Нет, я правда очень хотел бы вам помочь. Если смогу. Спасибо. Не за что. Есть за что. Мне Женя все написала. Спасибо, что вы ее провели на экзамен. Ну, я в ней не сомневался. Скажите, Анна, можно пригласить вас сегодня поужинать? Прямо сейчас. Меня сегодня официально признали вдовой. Что? Что? Я не понял. Я сегодня с утра была в суде. У меня муж пропал без вести пять лет назад. Я знала, что он упал с нефтяной платформы в Баренцевом море. И все пять лет ждала. Думала, что он жив. И сегодня я с утра узнала, как все было на самом деле. Он упал в море в месте железной конструкции, который был пристегнут страховочным тросом. Простите. Простите. Звучит. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Тебе есть куда пойти? А нас и тут неплохо кормят. Это безполезно, понимаешь? Ты этим ее только отталкиваешь. Чем я ее отталкиваю? Я отец ее ребенка, который ее любит. Если это из-за беременности, то я не верю. Или ты мне чего-то не договариваешь. Есть один очень достойный человек, который сделал ей предложение. Так. И что она? Решает. Ясно. А почему ты мне раньше не сказала? Как друг. Не хотела тебя расстраивать. Олег. Большое спасибо. Вообще, скажу тебе честно, у меня операционной сильно не хватает. Я пооперировал бы. Пойдем, Мова. Пойдем. Пойдем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 А это что за машина? Папа дал. Какой-то район странный. Что мы тут будем делать? А мы тут будем жить. В смысле? Когда вырастим? В смысле, я снял здесь квартиру, и сегодня утром я получил ключи. Ты что, опять с папой поругался? Жень, тут мы будем жить, я и ты. Я понял, тебе не нравится. Да, мне не нравится, что ты принимаешь за меня такие решения. Такие решения должен принимать мужчина. Почему мужчина? Потому что это правильно. Но женщина тоже самостоятельный человек. Самостоятельный. Но часто одинокие. Кстати, как твоя мама. И ты на нее все больше и больше похожа. Останови машину. Что? Машину останови. Жень! Жень, я не хотел обидеть. Извини, но мне надо домой к своей одинокой маме. Аня, я вернусь в больницу к Наташе. Я просто так не сдамся. Возьмите, пожалуйста, письмо в машину на завтра. Аня. Игорь Борисович, простите меня, пожалуйста. Ты не хотел вас убежать. Если вы хотите куда-то пойти... Аня. Аня. Облакевич умер. Там Наташа. Кто такой Облакевич? Теперь это уже не важно. Игорь Борисович, простите меня. Игорь Борисович, простите меня. Игорь Борисович... Садитесь, я вас привезу. Спасибо, он мне недалеко. Я знаю, садитесь. Как себя чувствует ваш муж? Операция была сложная? Все позади. Спит. Сейчас он для него лучший доктор. Вот, разрядился. Возьмите мой. Нет, спасибо. Я мамин телефон наизусть не помню. Мама ждет моего звонка. Ну, из дома позвонил. А вы что, помните? Помню. 54-38-64. Сейчас телефонов таких уже нет. И мамы нет. А телефон помнится. КОНЕЦ 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 Ой, ничего себе. Как мышка тут сидишь. Ты сегодня молодец. Ты бабушке позвонила, обрадовала? Конечно. Но она все больше про тебя спрашивает. Жень, а ты помнишь мой номер телефона? Да. Да? Ну да, помню. 8-906-432-4202. Как хорошо, что ты не похожа на меня. Это да. Но у нас у тебя красивее. А вот туши не очень. Зато у меня глаза зеленые. Да. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой! А что вы здесь делаете, Игорь Борисович? Встречаю вас с ночного дежурства. Прямо как моя мама. Тогда будем считать, что вы мне рады? Как прошла ночь? Кто-нибудь из пациентов бродил во сне? Если тот пациент я, то да. Может, вы тогда отдохнете? Мы попозже поедем. Куда? Мы же часа договаривались, что я за вами заеду и перед работой мы купим для ребят подарок. Ой, конечно же, у Наташи свадьба. Я забыла. Я сейчас соберусь. Давайте позавтракаем. Правда, у меня в холодильнике мышь повесилась, но кофе есть. Так, не обращайте на меня внимания, спокойно собирайтесь. А мы с вашей мышью что-нибудь собратьим. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Поехали! Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Поехали! 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 Ты просто наживаешь себе врага. Что, про Шурика? Нет! Про Трубицина. Он сегодня к вам с женой на свадьбу пришел. У Алили даже не стесняется. Слушай! Ты драматизируй там в своем театре, ладно? Ко мне не лезь! Девочки, ну смотри, какая красота у нас! Да не будет никакого театра. Ирина, что случилось? Я завалила третий тур Девчонки Тут посылка Написано для Наташи А что у вас? Похороны или свадьба? Да Ирина провалила экзамены в свой театр Ну и что? Я вон, три раза в медицинский поступал В следующем году поступишь Ну это ты А Ира нормальный человек Ир, посмотри на меня Я скорее поверю, что ты станешь хорошим врачом А актриса тебя никуда дышит, но ты врать не умеешь Самое главное, Риш, что ты с нами Еще целый год Ну, чего ты вообще? Все, извините меня, пожалуйста Я тут со своими слезами, а вот же главное Да, между прочим Итак, барабан Давай Ну что, раз Там в приемной бомжа привезли Ой, какое И пациент с болями там в приемной Смотри, какой цвет О-о-о-о-о-о Ладно, понятно О-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Боже, захватывай! Да, дивишься, ты цветоли Ой, да, что это? Да, красиво. Слушай, ну и что? Ну, что-то такое. Нравится? Ой, мне очень нравится. Слушай, а почему она такая узкая? Все-таки надо было ступницу покупать. Нет. Наша ваза лучше. И потом, вы, девочки, очень любите цветы. Это я уже понял. Тяжело помочь? Нормально, я сам донесу. И потом отвезу тебя домой, хорошо? Можно я постойно с вами делать? Конечно, конечно. Анна Брунова, да, что случилось, ребят? В общем, у нас такая история, мы пока пацанка понимали, у нее ребенок сбежал. А это ее сестра Кира. А Кристина все время убегает. Она не хотела маму отпускать в больницу. Игорь Борисович, здрасте. Здрасте. Там в приемном пациент какой-то, бывший военный. Я на него карту завел, может, вы его посмотрите? А то он недоволен очень. Хорошо, я сейчас переоденусь и приду. Идите, девочки, в сестринскую. Я сейчас найду твою сестренку. Ага, пойдем, пойдем. Ладно, освободишься. Жду тебя у себя. Спасибо. Здравствуйте. Я тут давно уже сижу. Три года назад я перенес операцию на сердце. А в какой больнице? Кто лечащий врач? Дело все в том, что... Воспиталь находится в Новосибирске. У меня там часть стояла. Это далеко. А боли меня мучают сейчас. Какого рода боли? Какая разница, мне больно. Я принимал обезболивающие, они мне помогали. Не помню, как называется. Ам... Амнопол. Как часто принимали? Только когда больно. Хорошо, раздевайся. Я вас смотрю. Слушайте, не надо, не надо меня смотреть. Я просто хочу избавиться от боли. Свои таблетки я случайно просыпал в раковину. Просто выпишите мне рецепт. Я съезжу в Новосибирск и схожу к своему врачу. Я сейчас вернусь. Ждите здесь. А, привет. Вкусно? А ты что здесь делаешь? Кого-то из родителей сюда привезли? Маму. Маму? А ты боишься, поэтому ты здесь? Ты знал, что маме сейчас твоей, еще бы дольше страшно без тебя. Пойдем к ней. А вы доктор? Я доктора боюсь. Ну, посмотри на меня. Ну, посмотри на меня. Посмотри, какое у меня платье. Тебе нравится? Смотри. Красивое? Да. Разве доктора ходят в таких платьях? Нет. Ну, вот. Пойдем со мной. Возьмем это с собой? Пойдем. Это рецепт. Это направление. Наркологическое отделение четвертой больницы. Там вам помогут. Вы не наркоман. Я офицер, я полковник. И мне больно. Товарищ полковник, у вас проблемы. Вы зависимы. Сколько денег хочешь? Идите. Пока я не вызвал охрану. Очень красиво. Вдохни. Вдохни. Наташа. Олег, Олег, Олег. Подходи, пожалуйста. Все, все, все. Простите, я не смотрю, я слепой. Наташа, передайте, я ее в пятнадцатой палате жду. Хорошо. Хорошо. Наташа, слышала? Да, я слышу. Так. Мамочку машу. Вдохни. И Олегу Юрьевичу тоже. Что? Что? Ну, что вы смеетесь? Говоришь, откуда ты приехала? У нас родители невесты сами шьют одежду для жениха. А у нас раз, и родители невесты даже не знают, за кого дочка замуж выходит. Вообще ничего не знают. Лиля, ну что ты молчишь? Ну, если честно, так своеобразненько. А мне нравится. И мне тоже нравится. Только никак не застегивается. Совсем? Угу. Вообще. Здрасте. Здрасте. Вот наша пропажа. Здрасте, мам. Видишь? Мы здесь все красивые. Что мне делать? Смотри. Что случилось? Ну что, ну вот. Я же маме не сказала ничего. Она мне по старым меркам излишила платье. Надо что-то придумывать. Я знаю. Я сегодня за тебя остаюсь дежурить, а ты едешь в салон к пациентке моей, которая работает в свадебном салоне. В свадебном салоне я не поеду. Нет, нет, нет. Там очень дорого. Да мы с ней договоримся. То что? Ириш, давай попробуем еще раз. Я выдохну, вдохну. Ай. Не получается. Вредно. Давай, давай. Вредно. Вредно. Что будет с девочками, если меня опять положат? Что было в прошлый раз? Их забирал отец. Теперь это невозможно. Почему? Потому что он умер. Простите. Значит, будем оформлять к нам по сути показаниям. Спасибо. Сколько анализов. Никакой крови не хватит. И это еще на что? На беременность и на токсины. Ни о том, ни о другом беспокоиться не стоит. Стандартная процедура. Здрасте. Здрасте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня правильно? Да. Так, Кира. Как тебя зовут полностью? Кира Найтли. Здорово. Так, фамилия, отчество и сколько вам лет Кира Найтли? Лобановы, Юрьевна. Мне десять, а Кристине шесть. Дату рождения мамы не помнишь? Надо ей позвонить. Не надо ей звонить, у нее исследование сейчас. Тогда папе. А он... С ним все в порядке? Ты когда с папой разговаривала? Давно? Последний раз. Ой, звонит. Алло, пап, ты чего трубку не берешь? А когда у мамы день рождения? Дай мне, пожалуйста, папу на секундочку. Дай мне трубку. Алло, здравствуйте. Я медсестра 90-й городской больницы. Вы не могли бы подъехать? Да, спасибо. Наверное. Ответ. Ответ. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Простите, где найти старшую сестру? На втором этаже. Севестринской. Спасибо. Ортальный клапан был изменен в прошлом году. Ваш клапан скоро перестанет работать, нужно его заменить. Регургитацию. Скажите, пожалуйста, а почему вы про живого человека сказали, что он умер? Вас когда-нибудь бросали? Я вас понимаю, но вам нужен психолог. Кстати, абсолютно согласен. Согласуй, пожалуйста, операцию с Игорем Борисовичем. Угу. Хорошо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Подожди, подожди. Я еще не освободилась. Пациенткой нужна операция. Ой, извините, пожалуйста. Вот результат токсикологического исследования. Операцию этой женщине нельзя проводить. Она сидит на антидепрессантах и снотворных. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ничего себе коктейльчик. Да, она анестезию не перенесет. Многовато наркоманов для одного дня. Кто еще? Да, военный этот полковник приходил. Амнопон требовал. Ну, я его отправил. Респонсор. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мы можем с вами поговорить наедине? Да, конечно. Поиграйте пока, ладно? Ты ведь даже не курила никогда. Как так получилось, что ты подсела на антидепрессанты? Ты что, меня не слышишь? Антидепрессанты не вызывают таких страшных последствий. Было что-то еще. Вы принимали снотворное? Какой кошмар. Ты что, не могла собраться, прекратить все это? Хотя бы ради детей? Юр, знаешь что? Вот ты когда решила уйти от нас, когда у тебя начался роман, и я на коленях тебя умоляла взять себя в руки. Ты мне что сказал? Что ты ничего не можешь с собой поделать. Да? Ну, вот и я не смогла. Прошу вас на минутку. Валерий, я ничем помочь не могу. Вы поймите, мы сегодня ночью улетаем в отпуск. Билеты, отель, все оплачено, даже экскурсии. Я найду детям няню. Ну что? Как, каково детям будет переживать такой тяжелый момент в своей жизни с чужим человеком? Как они примут эту новую няню? Особенно Кристина. Не преуличивайте, пожалуйста. Кристина, она нормальная, хорошая девочка. Просто нужен ей подход. А, ты что делаешь с папиной пар? Стой! Отдай! Отдай! Что вы так смотрите? Я даю деньги. С детьми я встречаюсь каждую неделю. Оставил квартиру, машину. Да при чем здесь это? Так, это что такое, а? Ну-ка встаньте! Ну-ка встань! Что такое? Папа, она пролила на твой паспорт сок! Папа, папа, она в ряд это она сделала специальный... Успокойся, все хорошо, все хорошо. Ну-ка покажи, что у тебя. Шишка. Да ничего страшного, обработай все. Нет! А вы говорите, няне будет с ними легко. Сейчас я ее догоню. Спасибо вам. Папа, прости меня. Просто мы не хотели, чтобы ты уезжал. Не волнуйся. Я тебе потом все объясню. Да, Варя, лети одна. Я приеду потом, как смогу. Я буду с детьми. Сколько? Ну, сколько понадобится, столько и буду. Угу. Варя, не начинай, а? Стой! Тебя как зовут? Спасибо. А могла бы не догнать. Нам нужно обработать рану. Забирайся. Сейчас мы с тобой поиграем в доктора. Я могу быть доктором? Ну, конечно, можешь. Только сперва я, потом ты. Вы кого-то ищете? Какой номер палаты? Помогите мне. Пожалуйста. Мне очень больно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы старшая сестра. Я вас узнал по фотографии. Иди ко мне на ручки. Там они внизу висят. Давай. Спасибо. Мы же не доиграем в докторе. Теперь я должен быть доктором. Тихо, тихо. Давай, держи. Правильно. А я буду твоим пациентом. Тихо, тетя Аня, принесите доктору промедола десять ампул и амнопона десять ампул. Иначе пациент себя плохо будет вести, а ему еще надо на поезд успеть. Это невозможно. Это наркотик. Я не могу его выписать. Это наркотик. Слова офицера. Мне надо сейчас, чтобы с ума не сойти. Только не суетитесь. Тогда все будут живы. Хорошо. Я принесу вам. Дайте девочку. Мне трудненько. Тогда мы так в доктора не поиграем. И вы будете делать все очень медленно. А мне надо быстро включать доверие сюда положение. Главное напомни себе. Я обещаю, что и уйду. Все быстры. Все здоровы. Все здоровы. Посиди здесь. Костичка, давай в скорую помощь приграем. Давай я тебя покатаю. Аня. Ань, пойдем сюда по раму. Ну, нельзя так целый день. На ногах пусть начнут смены. Игорь. Там процедурная твой офицер. Он просит со мной на пол. Так, я сейчас пойду с ним разберусь. Нет. Там маленькая девочка. И у него пистолет, я видела. Так, и что ты предлагаешь? Что могу сделать? Я принесу ему то, что он просит, чтобы он опустил ребёнка. Ну да, если ему сорвёт крышу, это ещё опаснее. Что делать? Вызывать полицию? Нет. Только после того, как он опустит ребёнка. Дай мне ключи. Пошли. Ой-ой-ой, скоропомощь! Быстрее, быстрее! От этой штуки его парализует сразу. Пусть думает, что это амнопон. Иди ко мне на руки. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сделай мне укол прямо сейчас. Живо. Стой. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННОВЫ А тебе не будет больно? Нет. Давай побыстрее. Отпускай девочку. Скажи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Беги. Беги к папе. Беги в коридор. Ты в порядке? Побудьте с девушкой. Алло, полиция? 90-й горбольница. Срочно пришлите наряд. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ноги... Ноги отнимаются. Ты что меня вколола, сука? Аня! 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 НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Давление 98 на 73. Пульс слабый. Пульс несевидный. Давление падает. Булевое ранение. Нужна кровь. Первое отрицательное. Застреляли в спину. Классного ранения нет. У нее двустороннее взглянило. Зовите всех в операционную. Звоните в операционную. Я делаю на счет пульмонации. И пусть готовят его. Она теряет все. Убитва, обжигачки. Строгаю. Убитва. Хорошо. позвоночник. Убитва. Убитва. Пусть CA и салатес – все. Убитва. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, Шурик? Что? Когда? Боже! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В больницу! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 1% через перфузер. Давление? Нет, это может ее убить. Может, поднять. Силсевер подключаем. Угу. Зашиваем. Тахикардия сохраняется. Асисталия. Стоп! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Безполезно. Сердце остановилось. Я попробую вручную. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Какая встреча? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алексей, вы очень хорошо выглядите. Здравствуйте. Спасибо вам за Марину. И гость от меня передайте, что у нее все будет очень хорошо. Простите, я тороплюсь к мужу. Аня! Аня, давай. Аня. Ну! Простите, подождите, пожалуйста. Вы меня помните? Я у вас в отделении мальчика родила. Вы не знаете, где он. Знает? Знает, знает, знает. С ним ваш муж. Ему сейчас очень хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Аня, а мороженое, домашнее мороженое, из парного молока, домашних сливок, из гущенки. Возьмите, вы такое нигде не попробуйте. Я хотел еще и Наташе передать, но оно, наверное, растает. Спасибо. Сколько я вам должна? Ни сколько. Это мы все вам должны думать. Кстати, я не имел возможности вам сказать. Вы очень красивые женщины. Кажется, сами об этом не знают. Спасибо, я теперь знаю. Только я пропуску своего мужа. Аня. Аня, давай. Аня, нет! Аня! Аня! Анастасия Максимовича, а почему мы все здесь? Аня, я не понимаю, почему ты здесь? Тебе с нами пока не попутит. Я не понимаю. Я со своим мужем, он есть с ним всегда по пути. Извините. Сереженька. Сереженька, я так мечтала встречи с тобой. Я сейчас не знаю, что сказать. Выходи. 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 Аня! Бабушки знают. Боюсь, звоните. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, говорите уже! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Расходите, ребята. Это лучшее, что мы можем сейчас для нее сделать. Так, давайте, ребята, он прав. Если ничем нельзя помочь, нужно занять себя делом. Женя, пойдем в мой кабинет, надо позвонить твоим бабушкам. Пошли. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 И это тогда были мои цветы, Аня. Анна Брунова! Чего вы боитесь? Вы мой начальник. Под вами на вы. Все неправильно. Давай, перейдем на конь. У нас такая интересная база в Сестерске появилась. Они цветы. Ну, наверное, кто-то хотел порадовать вас. Меня? У вас теперь новая Сестерске. Анна Бруновна, а вы что скажете? Я? Что я могу сказать? Улыбаемся и заработаем. В случае, когда меняешь меньше на больше, по-моему, это не обязательно. Вы считаете, что это не обязательно? Вам что, пустое место? Игорь, меня сегодня официально признали вдало. Меня муж пропал пять лет назад в произвести. Все пять лет надеяли, что он жив. Ждала. Потом встретила вас. А это наша старшая медсестра Анна Бруновна Витлс. Раду бы с вами поработать. Анна Бруновна Витлс. Очень приятно познакомиться с Игорем Борисовичем. Прости. Ну что, решили, куда елку ставить? Может, в Сестринску? А может, здесь и поставим, чтобы все видели? Можно еще конфеты собрать и раздать по палату. Ну что, людям приятно же будет. Вось, тебе нужно работать в Красном Кресте. Вот я серьезно. Вот ты думаешь обо всех просто. Вот о тебе никто думать не будет. Ну, считай, что я Снегурочка. О, а вот Дедушка Мороз. С Новым годом, Игорь Борисович. У вас тоже. Ну что, сессия уже началась? Да какая сессия? Хвосты бзакать. Ну, так отпуск возьми. А, он меня подменяет в праздники. У тебя тоже сессия? Угу. Фотосессия. На пляже. Пока Петров будет отрабатывать ее ночные смены. Ира, он сам предложил, я не просила. Ирика, рано или поздно ты локти кусать будешь. Давай, в сестринскую. Игорь Борисович, ну что мне делать? Так, что случилось? Душегубые. Я старый больной человек. У меня сердце, а вы не хотите меня класть. Новогодний синдром. Хорошая кардиограмма. Какой синдром? Человек живет один и не хочет встречать Новый год в одиночестве. В чем проблема? Ну, а куда мне класть? В шестую. Игорь Борисович, в шестое яблоку негде упасть. Там шесть человек. Вот именно. С Новым годом! Веселитесь! Оформляемся. Все будет хорошо. Да, в гости. Все в сборе. Давайте так, пять часов я всех отпускаю. Сейчас давайте проводим старый год. Я предлагаю выпить за Игоря, у которого сегодня дежурство. Давайте за Игоря и, наконец, давайте разбирать подарки. С наступающим. С наступающим Новым годом. Так. Шурик. Подарки. Иди сюда. Так, 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 так. Ага. Шурик, это тебе. А тебе тоже есть? Да. Зажим. Последний шок. Можешь экстубировать. Ну что, всех с наступающим Новым годом! Игорь Борисович должен был уже освободиться. Ну вот. А у нас все готово. Игорь, как прошла операция? Хорошо. Только что закончили. Надеюсь, пациент оценит новогодний подарок. Все, куранты бьют. Да, 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 я слышал. О, отлично. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Доченька, я знаю, что ты нас слышишь. Рады у тебя быть. Дарья Владимировна. Она нас слышит. И мы тебя очень любим. С Новым годом! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА